Приветствую вас! Своего вопроса вы не выдаёте, поэтому следует понимать так, что вас гнетёт вся эта ситуация и на самом деле это нормально что она вас гнетёт, потому что расставаться всегда тяжело всегда трудно, это всегда стресс и то, что вы теперь думаете о том, что произошло чувствуете себя финноватым и прочее это нормальная реакция особенно с учётом того, что вы хотели расстаться с девушкой как вы говорите правильно другое дело, что не всегда возможно это сделать правильно так как нам хотелось бы к сожалению значит какая у вас основная проблема это то, что вы значит позволили девушке себя довести, да? и значит находясь по сути дела в состоянии аффекта вы несколько раз столкнули вы несколько раз столкнули орали на неё и собственно из-за этого вы испытываете сейчас чувство вины понимаете что в принципе в принципе она точно виновата и понимаете вы это весьма и весьма правильно она действительно несёт ответственность за то, что значит ну за то, что сделал но тем не менее вам-то от этого не легче вот значит что можно сказать вам ну во-первых во-первых оправдовать вас говорить вам о том что вы как-то поступили в данном случае неверно ну пожалуй смысла нет потому что вы поступали так как вы хотели поступить вы сострели в принципе для этой идеи как я понял я имею ввиду вы созрели до того чтобы расстаться с девушкой вот и надо сказать что определённое это решение оно у вас зрело довольно долго то есть поступали вы правильно поступали вы так как считали нужным и вряд ли можно вас за это винить значит есть форма значит форма форма которую вы использовали для того чтобы донести до девочки что вы хотите с ней расстаться то есть вот а из-за чего начался стандал здесь вам тоже нужно постараться понять одну такую вещь что что при всем желании есть ситуации когда нет и не может быть в силу ряда причин правильных слов которые вы могли бы использовать для того чтобы выйти из ситуации ну скажем так с наименьшими для себя потерями нет и не может быть ситуации нет и не может быть правильных слов когда речь идет о таких ситуациях при которых вам нужно вы чувствуете что вам нужно расстаться с человеком это это всегда боль это всегда негативно это всегда тяжело это всегда бьет по гордостью гордостью человека это всегда влечет за собой серьезные изменения в жизни каждого и и человек это понимает понимает что это ну что за этим идет человек понимает что за этим кроется человек понимает что если вы говорите что вы расстаете с ним то это значит что вы как бы его отвергаете а это неприятно вот и далеко не всем и не всегда хватает силы для того чтобы принять принять достойно то что имеет место быть и поэтому я думаю что вам испытывать вину не за что говоря языком психологию у вас тошит дело синдром независимодерационного действия то есть вы свою девочку обидели вы знаете значит как то ей нагрубили да значит что то ей такое вот нехорошее сказали и собственно значит она на вас обиделась грубо говоря и вы понимаете что вы поступили плохо очень понимаете вы что это все было ужасно но вот и из-за этого вы об этом так долго думаете я рекомендовал бы вам в данном контексте поступить следующим образом перед своей девушкой бывшей уже теперь девушкой как я понимаю вы можете измениться перед ней сказать я не могу прости я был неправ за то что на тебя кричал на то что тебя полкало это вообще вообще то просто напросто я был на эмоциях да и так далее вот и понимаете как бы как бы ваша девочка она может быть даже может быть она вас и не простит а может быть она вас и не поймет даже в плане того что вы перед ней извинитесь извиняетесь потому что вы перед ее по ее мнению вы ее оскорбили тем что захотелось мне остаться а вот но тем не менее вам самому будет проще вам самому будет проще потому что вы завершите для себя это действие далее нужно понимать следующее что человек находясь в состоянии аффекта вы находились именно в состоянии аффекта редко когда может контролировать себя поэтому то что вы сделали то как вы себя вели это обычная нормальная человеческая реакция вы же не постоянно свою девочку там пили толкали там орали на нее да вам самому вся вот эта ситуация была тяжела неприятно вам самому эта ситуация была оперативно что нужно проходить а тут еще она да как-то вас давила и как-то не хотела не хотела значит идти на контакт не хотела договариваться вот и естественно что вам было очень тяжело во все ситуации это совершенно совершенно понятно поэтому я думаю что вы переживаете не за то что сделали очевидно а за форму но если говорить за форму то за форму можно в принципе всегда извиниться в этом нет ничего постыдного в этом нет ничего противоестественного если вы перед своей бывшей даже даже бывшей девушкой извинитесь и скажите ей что вот мол прости меня пожалуйста я не хотел чтобы было вот именно так я хотел чтобы все нормально а в итоге получилось вот так то есть все это в принципе можно сделать вы поймите что вы находились на эмоциях и находясь на эмоциях просто напросто не могли поступить иначе и это опять же часть вашей человеческой природы но в то же время стоит понять чего вы хотите в этой ситуации почему вы думаете об этом неделю что именно вас задело так сильно об этом вы не пишете но это очень важно что именно вас задело ведь очевидно что что-то засело в вас либо вы сейчас вообще сочлиете о том что девочки с девочкой захотели расстаться либо вы все таки переживаете больше именно за форму но если так то я уже вам в принципе сказал что форма форма это всего лишь форма и за нее можно и нужно извиниться вас за это она еще больше будет уважать хотя безусловно не исключено что значит не исключено что как бы если вы перед ней извинитесь то это вызовет еще одну бурю негатива по отношению к вам это вот нужно понимать потому что девушке тяжело она скорее всего тяжело переносит расставание с вами и не стоит ждать от нее понимание не стоит ждать от нее того что она она взорвнет и вас как-то поймет да то есть если вы извиняетесь перед ней то постарайтесь понять зачем для чего вы извиняетесь как бы какой смысл вы вкладывает то что вы хотите например перед ней извиниться да вот какой смысл вы в это вкладываете это было бы правильно чтобы например решая извиниться чтобы вы четко понимали для себя чего вы хотите и на что вообще рассчитываете но скорее всего скорее всего речь идет не совсем о том что вы как-то ну жалите о том что все скорее всего речь идет о неком внутреннем конфликте именно у вас именно у вас в контексте внутренний конфликт между тем чего чего вы хотели и что в итоге получилось то есть вы как бы переживаете сейчас фрустрацию потому что не смогли сделать все так как вам хотелось не смогли сделать все правильно правильно но правда заключается в том что правильно сделать вы на самом деле не могли в этой ситуации просто потому что в этой ситуации правильных как вы выразились правильных поступков в этой ситуации правильного поведения в этой ситуации просто напросто нет вы помните что даже самое сильное желание поступить правильно иногда иногда задает иногда сталкивается точнее с такими ситуациями когда поступить правильно просто нельзя ну не бывает правильного решения не бывает и все это нужно понимать по крайней мере стараться так что вот пока так если у вас значит какие то дополнительные вопросы остались пожалуйста обращайтесь в личку я вам помогу если понравился вам мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи так что подклинили в и все в в в в и Продолжение следует...